За свою 50-летнюю карьеру Джеймс Бонд посетил почти весь земной шар. Поклонники приключений агента 007 могли видеть все эти места на экранах телевизоров. Теперь пора отправляться в путешествие по стопам мистера Джеймса. Человек с золотым пистолетом – это фильм, действие в котором происходило в Таиланде. 42 известняковых скалы острова, возвышающиеся над мелкими бирюзовыми водами залива Пханганга, этот вид напоминает рай на земле. Туристы добираются сюда на лодке, трехчасовая поездка по каналам завораживает. Самая большая привлекательность для посетителей – это, конечно, экскурсия остров Джеймса Бонда, включающая посещение нескольких островов. Кинотуризм по следам героев из любимых фильмов Джеймс Бонд отправился в Индию в фильме «Осьминожка». 13-й фильм о приключениях Бонда не входит в число лучших произведений, но место, где он был реализован, безусловно, заслуживает внимания. Большинство сцен были сняты в индийском Раджастхане, в городе Удайпур, в трех дворцах Муссонном, Озерном и Джакмандир. Это главные туристические достопримечательности штата. Романтическое путешествие на остров Ланкави чрезвычайно красивая Черногория была тем местом, которое Джеймс Бонд посетил в фильме «Казино Рояль». Хотя действие фильма происходит в Черногории, съемки производились в Чехии. Звание «Казино Рояль» заслужил самый известный чешский курорт, расположенный в нескольких часах от Праги, Карловы Вары. Путешествие по Нигерии – главные достопримечательности, интересные места – это одно из многих мест, где останавливался агент Бонд во время съемок фильма «Голдфингер». Шильдхорн, 2970 метров над уровнем моря, является одним из альпийских пиков. В ясный день можно увидеть не только великолепную панораму Бернских Альп, но и Монблан во Франции, и немецкий Шварцвальд. Вид сверху такой же невероятный, как некоторые из приключений Бонда. Где родился Джеймс Бонд? На Яйке. Большинство из романов о приключениях агента 007 Яна Флеминга написаны не в дождливой Англии, а в его ямайском поместье, висящем почти со скалы с видом на частный пляж и золотой глаз, который он сам назвал. Рядом с золотым глазом было снято много сцен для фильмов о мистере Бонде. Исландию можно было увидеть в двух фильмах с Бондом «Искра из глаз» и «Завтра не умрет никогда». Йокульсарлон – это исландская ледяная лагуна. Впечатляющее озеро, образовавшееся из воды тающего ледника ватной Йокюдль, является одним из природных чудес Исландии. Озеро расположено в полутора километрах от Атлантического океана, на границе Национального парка. Его глубина составляет 248 метров, благодаря чему оно недавно стало самым глубоким исландским озером. В Пуэрто-Рико агента сняли в фильме «Золотой глаз». Остров – одно из немногих мест в мире, где можно увидеть сияющие ночью озеро. Путешествуя через мангровые леса, можно добраться до лагуны, где обитают микроорганизмы, которые в защитных целях светятся. Это планктон, сияющий синим светом. Когда вода двигается, планктон начинает сиять. В Стамбул Джеймс Бонд добрался на знаменитом восточном экспрессе в фильме «Из России с любовью». Османский город на экране так и манит, в том числе цистерна базилика, которую обязательно стоит посетить. После посещения городских туристических мег стоит отправиться на морскую прогулку по Босфору. В завершении нельзя не упомянуть Лондон. В конце концов, Джеймс Бонд является агентом ее величества, на службе у британской военной разведки. Стоит осмотреть штаб-квартиру Ми-6, Букингемский дворец, перед которым приземлился Густав Грейвес, или вход в секретный кабинет на бывшей станции метро, сцена из фильма «Завтра не умрет никогда». Стоит обязательно отправиться в путешествие по следам Джеймса Бонда. Эти странные и популярные места никого не оставят равнодушным. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.